всем привет на данном текстовом панно мы вырезали с вами слова вырезали свиток сняли площадку сделали эту площадочку такую чтобы она не была сплошной ровная как будто бы это корявая доска и у нас осталось библия и лампада чем мы сейчас займемся сначала мы отбросим лампаду то есть вот такие подберем вниз она у нас находится за библией потом мы опустим саму обложку вот у нас есть край обложки вот она идет здесь заходит под закладочку и выходит с этой стороны ну и потом далее будем двигаться на данном этапе мы отбросили лампаду за за саму библию теперь тут есть еще нюансы вот это вот как бы горлышко но должно быть на первом плане то есть вот это вот счастье и передние мы также немножечко подбираем подставку лампады чтобы выделить горлышко вот потом подправим я хочу показать что здесь вот есть еще нюансы также фитиль он на первом плане но он заходит под огонь чтобы его выделить ну сделаем вот так здесь прорежем выделим фитиль и вот все что вокруг этого фитиля мы запустим в сторону самого фитиля то есть вот так сразу выделяем и огонь и часть этой крышечки и крышечки горлышко заходит из-за огонь и у нас получается что фитиль на первом плане вот мы так выделяем а потом саму возле саму горлышко закругляем то есть вот отсюда и отсюда сюда и сюда то есть она у нас должно получиться кругленьким вот так друзья если в ходе резьбы вы начинаете сбиваться то останавливайтесь и подрисовывайте рисуночек вот вот такой значит рисуночек края подрезаем чтобы он как бы округлый бы с одной и с другой стороны так подрезаем фитилек под огонь сейчас мы возьмем вот такую стамеску хорошо было бы для начала еще раз подрезать немножко фитилек вот теперь берем такую стамесочку и делаем в середине горлышко как бы углубление будет красивее просто смотреться это было как чаша такая небольшая внутри конечно кто учится самым озам резьбы можете не делать многих этих тонкостей вы по-любому будете наслаждаться своей работой а потом по ходу дела все это будет к вам приходить после того как вывели горлышко нам нужно закруглить огонь то есть придать ему вид огня пламени для начала я хочу сравнять вот здесь появился бугорок я беру стамесочку и люблю вот такие вот от набора очень классная стамесочка она так поглазит везде прям много функций выполняет сразу вот я выравниваю здесь площадочку потому что тут тоже был рисунок который мы срезали я сейчас выровняю и нарисую опять то что здесь было дорисовал рисуночек подрезал еще где нужно сейчас значит будем вырезать горлышко то есть его продолжение тут идут такие как бы закругления как у бутылки да и чтобы они были одинаковые я беру вот одну стамеску радиусную и делаю две насечки такие у меня получится с обеих сторон одинаковые одинаковые формы рисунок и теперь я подрезаю подрезаю с одной стороны и левой рукой чтоб не менять положение потому что это все снимается левой рукой с другой стороны в общем я думаю понятно и закруглим огонь сейчас огонь придаем сначала общую форму огня в общем что было понятно а потом серединке серединке такую вот выемку сейчас сделаем она еще подержится будет покрасивее чуть-чуть это так чтобы был друзья переходим к библии как я говорил сейчас будем опускать обложечку займемся потом листиками и думаю что на этом мы закончим и так берем резачок вот как у нас обложка идет из из-за книги так же вот аккуратненько чтобы здесь не откололось здесь можно поглубже сразу заехать проходим сейчас так весь периметр книги и опускаем обложечку вниз вот как уголочек видно да что уже обложка отделяется от листков книги от страниц так мы делаем по всему периметру так так Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Опустили мы обложечку, разделили книгу на две части Сейчас я хочу, чтобы вот торец страниц С этой стороны он более как бы скрыт, под углом не виден Но тоже я его спущу вниз Но вот на этой части будет видно, что торец страниц будет, вот как этот край Не ровным вниз, а радиусным таким Для начала я выделю контур самих страниц Так мне будет проще это сделать Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как я это буду делать? Буквы не вырежешь здесь Да, и даже если бы вырезал, то немного Значит я делаю это так Просто создаю видимость этих букв в общем Прорезаю только по контуру Контур самого текста И выделяю его Сейчас прорежу, подберу и он будет выделен И будет понятно, что это за книга Субтитры подогнал «Симон» Что я хотел показать насчет страниц Под углом свет так падает, что видно всю резьбу Прорезал контур, а потом под наклоном подрезал так Что это выглядит как текст на страницах книги Ну что ж, вот работа Необрезная доска, липа С корой очень красиво будет смотреться где-то на чьей-то стене Благодарю вас за внимание Всем пока Субтитры подогнал «Симон»